Уже завтра президент Казахстана Касымжимар Тукаев предложит парламенту новый состав правительства. Об этом он сообщил на внеочередном заседании сессии Совета ОДКБ. Глава государства проинформировал партнеров о ситуации в нашей республике. Он заявил, что террористы нанесли удар по столице. При этом они цинично прикрывались участниками массовых беспорядков, которые служили для них живым щитом. Сегодня лидеры стран-участниц в онлайн-формате обсудили события, происходящие в Казахстане. Даля Насипова расскажет подробнее. Онлайн-заседание ОДКБ началось с минуты молчания. Касымжимар Тукаев заявил, что если бы Алматы пал о действиях террористов, то это открыло бы путь к захвату густонаселенного юга, а затем всей страны. Президент сказал, что против Казахстана развязана война самыми разными методами. Сейчас те, кто устраивал погромы, меняют тактику. Бандиты пытаются слиться с мирным населением, переодеваются и сбривают бороды. Страна переживает самый масштабный кризис за всю историю независимости. А события, происходящие в южной столице, войдут в историю как алматинская трагедия. Все государственные органы усиленно работают над тем, чтобы полностью вернуть страну к нормальной жизни. Завтра я внесу в парламент предложение по новому составу правительства и поставлю конкретные задачи по решению острых проблем в социально-экономической сфере. Развертывание миротворческой миссии ОДКБ происходит впервые за историю существования организации. О легитимности ввода иностранных военных на территорию Казахстана сейчас активно говорят в Европе и США, требуя от казахстанского лидера объяснений. Президент сказал, что позже будут предоставлены все доказательства, что в Казахстане действовали террористы, прошедшие международную военную подготовку. Они нападали на военных с особой жестокостью. Двоим военнослужащим отсекли головы. Бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя. Это практика международных террористов известного происхождения. В составе УДКБ прибыли 2030 человек. Они взяли под охрану стратегические объекты и не участвуют в зачистках. Военные УДКБ проходят подготовку по общим программам. То, что ситуация в Казахстане стабилизируется, это результат многолетней работы и совместных учений, проводимых ранее. Главы стран-участниц УДКБ сошлись во мнении, что организации нужно укреплять отношения и усиливать военный потенциал.